Продолжение следует... 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 Также будут работать мобильные прививочные бригады, которые будут приезжать непосредственно на предприятие в организованные коллективы. На сегодня у нас в три этапа поступали вакцины. В феврале 1300 доз уже завершена первая и вторая вакцинация первым и вторым компонентом. В марте поступило 1700 доз, также ее завершили и с 18 марта дополнительно поступало 1200 доз вакцины. И на сегодня из этих 1200 уже у нас 1048 привита, остались остатки, которые практически за сегодняшний день будут завершены. Вакцинация проводится на сегодня вакциной «Спутник Ви» в рамках «ВИФАК» производства Тарагандинского фанскомбината. Побочных неблагоприятных реакций не зарегистрировано. У ряда лиц, которые получили вакцинацию, отмечаются ожидаемые реакции. Это небольшое повышение температуры, слабость. Мы проводим совместно с Управлением здравоохранения мониторинг реакции на вакцину. Но таких каких-либо осложнений, как в целом по республике, так и у нас в области не зарегистрировано. Большинство получили это медицинские работники, учителя и полицейская служба. Но также прививаются и с чайных служащих, и лица старше 65 лет, также прививаются на сегодня. Продолжается работа мониторинговых групп. На сегодня, с учетом того, что мы находимся в зеленой зоне, должна быть активно проводиться работа по соблюдению карантинных мерок. Поэтому и основной упор идет на работу мониторинговых групп. В выходные дни проводились рейды. К сожалению, продолжается регистрация проведения массовых мероприятий на предприятиях общественного питания, на дому. В Бурабайском районе было выявлено проведение свадьбы в кафе Тойхана. Также в кафе Мирей была выявлена свадьба на количество 50 человек. Кстати, в Кмирей они уже повторно за две недели дважды их выявляют, что проведение свадьбы. Сейчас в детальном направлении рассматриваются административные материалы и будут привлекаться к административной ответственности. Также в Бурабайском районе КП Азу было проведение тоже массового мероприятия. В Бурабайском районе КП Азу проводилось в Казу-Злату. В Степногорске также проводилось в день рождения. Затем в комфорт. В отеле работа караоке-бара, на сегодня работа караоке-бара, она запрещена. Каких-либо других развлекательных центров тоже запрещена. Поэтому были наложены штрафы. Также в ряд других объектов были выявлены нарушения. Хотелось бы напомнить предпринимателям, что на сегодня, согласно 425-й статье, за нарушение санитарных требований, карантинных мер, предусмотрена ответственность на должностных лиц, на физических лиц 30 МРП, на предпринимателей 230 МРП и на субъектов крупного бизнеса 1600 МРП. Также, согласно 462-й статье, если объект неоднократно нарушает, то здесь уже составляется материал по 462-й статье. Он рассматривается судебными органами. И в данной статье предусмотрена санкция по приостановлению деятельности. На сегодня у нас ночной клуб «Руки-стреч» на 3 месяца приостановленная эксплуатация. С 31 марта решение суда вступило в законную силу. И мы передаем материалы судоисполнителям для обеспечения контроля выполнения решения суда. На сегодня ситуация в области, с учетом того, что мы граничим городом Муссутан, который находится в красной зоне, есть риски ухудшения эпидемиологической ситуации. Но эпидемиологическая ситуация зависит напрямую от того, как поведет себя население и предприниматели. Чем жестче будут соблюдаться карантинные меры, тем будет стабильная эпидемиологическая ситуация. Поэтому необходимо строго соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию, соблюдать правила личной гигиены, обрабатывать руки, использовать антисептик, не проводить массовые мероприятия, без необходимости не посещать места массового вступления и при первых симптомах обращаться в занятийственной помощи, потому что есть факты, когда занимаются самовлечением и уже поступают в более сложной форме. Поэтому мы вот с начала недели, с учетом эпидемиологической ситуации в кристалличных регионах, мы выезжали именно в эти районы, проводили встречи с предпринимателями, с мониторинговыми группами отрабатывали, также проводили совещания, через Zoom проводили совещания с объектами образования, потому что начиная с четвертой четверти, выходят после каникулы учащиеся, тоже по соблюдению карантинных мер, еще раз проводили разъяснительную работу, также встречались с местными исполнительными органами, с медицинскими организациями, перед ними поставлены задачи по усилению контроля, по соблюдению карантинных мер, чтобы не допустить рост заболеваемости именно в данных регионах. Так как в целом тенденция по области идет на снижение заболеваемости, но вот эти ряд регионов, при столичных, в них идет рост, и это вызывает у нас опасения. Сегодня в Акимате мы готовим проект постановления, будем обсуждать с органами прокуратуры, с региональным оперативным штабом по ограничениям, которые мы будем рекомендовать. На сегодня готовность медицинских организаций есть, запас лекарственных средств имеется, но все равно, если население не будет обретать карантинные меры, то может ухудшиться эпидемарсная ситуация. У меня в целом с этом все. Вайна, это ладосканская, кокидит перегляд, а ваш кокидит рецепт, кокидитный насад. Ты на семе. Кокидитный насад, кокидитный насад, кокидитный насад, новый штаб ангхал Тепт, от молодых штаб. Большие штабы. Выявлена вероятная реклама, через месяц будет окончательный результат. Хорошо,انгхал, да? Ну, как мы, на этой неделе. Ну, независимо, какой штамм лечения, протокол лечения, он одинаковый, что для новой мутации, что для другой коронавирусной инфекции, алгоритм лечения, он тот же самый и в полной объеме оказывается медицинская помощь, других каких-то там специфических лечений там. Нет. Состояние брали от больных, которые находятся в стационаре. В принципе, они все в одинаковом состоянии, в зависимости там. Еще это будет дополнительное исследование проводиться и будет устанавливаться конкретно какой вид мутации. Мы вам когда результаты конкретно сообщим. Я вам только что сказала, что сегодня мы готовим проект восстановления. Будем обсуждать это на региональном оперативном штабе и уже здесь будем дифференцированно подходить по каким объектам, какие ограничения вводить. Ну, все будет, конечно, с учетом рекомендаций, которые названы постановлением Главной госсамбрадской республики. Ну, с учетом того, что Главная госсамбрадская территория имеет право вносить более жесткие ужесточения, ну, по согласованию с местными свободными органами. Уже окончательно, когда будет принято окончательное постановление, мы проведем брифинг и доведем до сведения. Главная госсамбрадская территория, я думаю, что Это фейковая информация. Мездрав дал опровержение, что по маскам, которые червяные, это фейковая информация. Закиньте в чат это, где у нас журналисты. Спасибо. Под соном у нас сегодня по времени они у нас работают до 6 часов. Пока они у нас работают до 6 часов. В субботу и воскресенье не работают и сохраняется предварительное гранирование. Мы пока то постановление, которое у нас действовало, изменения никакие не просили. С учетом того, что еще мы проводим мониторинг по этой ситуации. Потому что если по матрице смотреть, то мы находимся практически на границе между желтой и зеленой зоной. А с учетом рисков, что у нас и столичная область, поэтому на сегодня мы работаем. Режим работы с ОМОХ. Он и был с 9 до 6. И в выходные дни они не работают. И по предварительному времени. Пока режим похож. Нет еще вопросы? Расскажьте. Здравствуйте, Аня Буся Выдовна. Здесь вопрос, а есть ли информация об общем количестве уже вакцинированных в нашей области людей? Общее количество. Общее количество. Порядка шести тысяч человек. А вообще ТПР какой у вакцинации? 6 031 человек получили первый компонент вакцины. Ну и соответственно через 21 день они будут получать второй компонент. В принципе цифра первого и второго компонента с учетом интервала вакцинации одинаковых. А сколько вообще? Ну вообще до этого мы делали расчет, что будет 100 000 человек по области до конца года. Но сейчас видите в целом по республике, что это был расчет только на Караганинского фанкомбината «Спутник Ви». А сейчас с учетом того, что министерство увеличивает объем вакцинации и соответственно будет увеличен объем в целом. На сегодня мы сейчас ждем разнарядку, какой объем вакцины поступит на нашу территорию. Но вот предыдущие, когда проводились, было равномерное распределение по всем регионам. Если 100 000, то на все регионы и республики было одинаково по 100 000. Сейчас по мере поступления у нас поступает разнарядка. Но пока еще на апрель мы ожидаем на днях поставку, пока точное количество еще не дали. Согласно новому республиканскому постановлению, там есть, что в зеленой зоне будут детские дошкольные учреждения работать с количеством до 25 человек в группе. Но, как я уже сказала, с учетом того, что есть риски ухудшения эпидемиологической ситуации, мы еще в течение недели будем мониторить. И если ситуация будет стабильная, то в тех регионах, где будет стабильное снижение заболеваемости, тогда мы будем рассматривать вопрос о возобновлении деятельности детских садов в таком режиме. На сегодня пока эпидемиологической ситуации, она не позволяет запустить детские сады в полном объеме. И мы видим, что на сегодня возраст заболевших, он становится, ну, моложе становится, уже больше не среднего возраста болеет. Да, и видим, демонстрация среди школьников увеличилась и среди детей дошкольного возраста. Если взять, например, у нас в первой четверти было зарегистрировано 25 случаев заболевания, в второй четверти там порядка 200, в третьей четверти у нас было уже зарегистрировано 700, более 700 случаев заболеваний среди школьников. Поэтому мы видим, что на сегодня у них дети активно, да, вовлекаются в процесс и заболевают. Поэтому именно по, так как школы, детские сады, это организованные коллективы, где скучность, поэтому к данному вопросу мы относимся со скоростью, потому что если инфекция попадает в организованный коллектив, то там стременно распространяется. Ну, будет зависеть всего от эпидемиологической ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok